Утро на Енисее Доброе утро, мои дорогие и любознательные телезрители! Сегодня мы окунемся в увлекательный и таинственный мир телеканала Енисей. Пройдемся по его отделам и узнаем, чем же таким они друг от друга отличаются. Пойдемте! Первое место, которое мы посетили – отдел спецпроектов. Вы можете наблюдать удивительную картину, как в одном месте уживаются здравоохранение, экономика, культура и многие другие направления. Они выделяются своей глубокой погруженностью в тему и рассудительностью. И если нас сравнивать с чем бы таким, то, наверное, мы были бы советом старейшин. Старейшин среди экономических журналистов, среди журналистов культурных, те, которые разбираются в проблемах здравоохранения. Потому что после определенного накопленного опыта они все приходят сюда и здесь генерируют свои программы. Следующие на очереди – новости. Здесь нужно быть предельно осторожным. Ведь с 9 часов начинается сезон охоты на оперативную информацию. Здесь даже не знают такого слова, как «обед». Каждый представитель очень быстро ориентируется в любой ситуации и всегда знает, как ему действовать. Коллеги, наверное, многие просто расходятся по домам. Новостичек идет, смотрит по сторонам и он интерпретирует все, что он видит, постоянно варит в голове. А как это можно показать? А что это происходит? Что такое? То есть вот как? Если что-то видит, тут жук начинает писать мне или всем на свете. А вот интересный случай. В одном кабинете объединены сразу представители разных отделов, но у каждого своя территория. Это видно по освещению. Представители производства. Их отличительная черта – внешний вид. В сезон съемок они выглядят неотразимо, но из-за этого появляются побочные эффекты. Вот такой вот голос и легкое самолюбие. Ну, какой-то странный вопрос вы задаете, чем наш отдел отличается от других отделов. Мы деньги зарабатываем, в том числе для вас деньги зарабатываем. Вся реклама на нас, все госзаказы на нас, снег, слякоть, дождь, неважно. Мы собираемся, едем куда-то что-то снимать. Лучшая картинка у кого на телеканале. Тем не менее, мы остаемся простыми ребятами, мы скромные такие. Мы стесняемся, но мы, конечно же, любим, когда нас хвалят. А вот сотрудники промо никогда не сидят на месте. Вечно что-то перебирают, с кем-то созваниваются и что-то креативят. Их задача проста – делать телеканал Енисей еще популярнее. Они хранители всего ценного. И у нас буквально можно найти все. Промо-подушку, новую майку, стильную кружку, блокнот. Все, что можно забрендировать, есть у нас. Это раз. Но если нужно организовать мероприятие с розовым говорящим слоном, это тоже к нам, потому что мы и это можем сделать. А вот здесь расположилась утренняя редакция. Короткая информация о них. Самые веселые, самые красивые и самые лучшие. Артем, прекращай! Ладно, юмор в сторону. Но стоит помнить, что в каждой шутке есть доля правды. Представители утра отличаются своим солнечным настроением. Не унывают, пробуют всегда что-то новое и стараются удивлять. Только у нас ребята встают в 3-4 утра, чтобы приехать на работу. Во-вторых, наша редакция самая веселая. Один все время ставит эксперименты, другой все время танцует, третий все время готовит. И еще наша редакция самая раскрепощенная. Только у нас мужчины раздеваются без издрения совести. Но я имею в виду, что переодеваются после эфира. Этим уже никого не удивишь. Вот мы и узнали лучше о тех, кто обитает на телеканале Енисей. Все они разные, но в то же время работают над одной задачей. Радовать наших телезрителей. На этом у меня все. Всем прекрасного дня! Субтитры создавал DimaTorzok